Упал сегодня, свалился с неба русский военный самолет Ту-22М3. Это стратегический бомбардировщик. Строились они для того, чтобы воевать с Вашингтоном, наносить удары по всей планете, но пока разрушают здания в Днепре и убивают детей в Днепровской области. И вот сегодня такой самолет стратегический удалось каким-то образом уронить. Почему я сейчас так осторожно говорю «удалось каким-то образом»? Потому что версии всплывают противоречивые. Есть версия, что он упал сам, есть версия нашей, главного управления разведки, что это мы его сбили. И та, и другая версия имеет право, в принципе, на существование. Мало того, я вам скажу, я даже не знаю, что лучше. Сейчас я вам объясню, почему это так. Несколько месяцев уже веду я разговоры с людьми, которые разбираются в русской стратегической авиации в силу их специальностей. И вот что они мне рассказывали, но я не хотел про это говорить, пока этого не произошло. Они мне сказали, что самолет это у них старый, вот эта стратегическая авиация, которая нас бомбит. Ну, в частности, ту, вот этот, который упал сегодня, Ту-22М3, это вообще-то новый самолет, ему всего 40 лет. Не знаю, сколько было конкретно этому экземпляру, но делают их, делать их начали 40 лет назад, чуть больше, чем 40 лет. Те остальные, вот Т-90, по-моему, им по 60 лет, что-то такое. Не буду сейчас вас путать, но это в любом случае очень старые самолеты. Они совершенно не строились для того, чтобы каждый день летать, бомбить Кривой Рог. Они строились для того, чтобы однажды с оружием возмездия, с финальной атомной бомбой прилететь к городу Нью-Йорк, Вашингтон, Филадельфия и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому их ресурс, в общем-то, исчерпан. Их ресурс исчерпан, их каждый раз подлатывают, обновляют и так далее. Но Россия не производит таких самолетов, у них нет для них запчастей. После каждого полета это же километраж, километраж, километраж. Ну, кто вводит автомобиль, тот знает, что когда у тебя машина прошла уже 600 тысяч, так она ломается регулярно, не так, как машина, которая прошла 6 тысяч. И все труднее и труднее ее чинить, и иногда, наконец, это лишается смысла, а потом она просто ломается. Но когда машина ломается, у вас дымится двигатель, вы останавливаетесь на обочине. Когда ломается самолет, то он падает вниз. И это то, что сегодня произошло. Не знаю, еще раз, но смотрите, если это от износа и от старости, значит, это не первый, не последний, а пошла история, пошел. Первый пошел, называется Ту-22М3, первый пошел на землю. Есть вторая версия, что это мы его сбили. Вторая версия, что мы его сбили, чем? Ну, предположу, что это ракета С-200, советская, переделанная, она двухступенчатая, по-моему, ракета С-200, версия ровно такая же, которой мы сбили А-50. Приятная новость тут тоже в том, что этих С-200 у нас немало. Вопрос, что мы научились их модернизировать. Если это правда, это круто. Но два раза А-50 мы сбили. Два раза. Единственное, кто пытается опровергать эту версию, люди, которые говорят, ну, подождите, не могли же над Ставропольем. Над Ставропольем мы не сбивали. Сбивали здесь у нас недалеко, ну, относительно недалеко, 300 километров. Как говорит наше командование, но он уже дальше дырявый летел. И потом уже развалился в воздухе. Такое бывает. Такое бывает, потому что, помните, Ил-20, или как он назывался, Ил-22. Когда мы сбили А-50, чтобы вы вспомнили, про что я говорю, те, кто не помнит. А-50 это самолет-радар такой, с шляпкой такой на голове, благодаря которому россияне полностью контролируют воздушное пространство над Украиной. Вот мы их в начале года две штучки завалили. Первый завалили вместе с сопровождающим его Ил-22, это передвижной командный пункт. А во втором случае мы Ил-22 попали в него тоже ракетой, но он не упал, он весь в дырках приземлился в Анапе. Хотя, впрочем, командира нам удалось замочить, но вот сам самолет остался, уцелел и сел в Анапе, сейчас, видимо, находится в ремонте. Вот. Так вот и сейчас, похоже, если это все-таки сбитый нами Ту-22 М3, то это значит, что мы его поразили, он пошел, а дальше уже загорелся и упал. Но в любом случае отличная, конечно, отличная новость. Просто, что он впервые, знаете, мы до этого уже губили их Ту-22 М3. Сначала беспилотниками были атакованы несколько штук таких, потом мы один как-то взорвали, я уже не помню, каким чудом сожгли Ту-22 М3. Но это все было на земле, впервые мы его поразили в воздухе. Еще раз, первый случай, если он упал сам, вау, мэджик, скоро еще упадут. Второй случай, мы сбили, отлично, у нас этих ракет хватит, будем сбивать дальше такие Ту-22 М3. Он выпустил ракеты по нашим мирным городам. Это вот он, эти летчики убили наших мирных жителей Днепра и Кривого Рога. Эти самые летчики убили их, а потом были сбиты. Двое, к сожалению, выжили. Там всего их четверо, а одного вообще так и не нашли. Один умер, пока летел на землю, с парашютом. Двое в больнице, то есть живо. Очень надеюсь, что даже эти двое, они еще пожалеют, что катапультировались. Что наступит тот день, когда стоя у стены в ожидании расстрела, они вспомнят вот сегодняшние, 19 апреля, когда они выпустили ракеты, убили людей мирных, а потом бежали все-таки. И все-таки спасли свою вкуру, жалкую жизнью, свою русскую ниртемную спасли, выбросившись с парашютом. Трусливые шакалы они, летчики, они после этого, правда же? Ну, надеюсь, что они будут пойманы, осуждены. И они еще пожалеют, что остались живы сегодня. Но пока сегодня есть чем отметить. Сегодня вслед за преступлением просто сразу, немедленно пошло наказание. Ну, а теперь о самом преступлении. Очередная большая ночная и утренняя атака россиян на наши мирные города. Есть убитые, есть раненые. Две крылатые ракеты Ха-101 с самолетов стратегической авиации Ту-95 в Рязани. Обе ракеты сбиты. 14 беспилотников «Шахет» из Приморско-Ахтарска и из Курской области. Все 14 беспилотников сбиты. 12 управляемых авиационных ракет Ха-59 из акватории Азовского моря. Из 12 сбиты 11, то есть одна достигла цели. Две крылатые ракеты из Камдерка, из Крыма. Не сбиты. Эти не сбиты. Да. И 6 крылатых ракет Ха-22 вот с тех самых дальних стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 из акватории Черного и Азовского морей. Из 6 сбиты две. А вот это огромная новость. Огромная новость для нас. Потому что до этого мы ни разу не сбивали ракету Ха-22. Ракета Ха-22, хоть она и очень старая, хоть она и очень сложно летает на жидком топливе, насколько я понимаю. Простите меня, военные спецы, если мне что сказали, я цитирую. Но у вас все время у самих споры между собой, я иногда могу ошибаться. Так вот, мы ни разу до сих пор не сбивали эти ракеты. Это те самые ракеты, которые больше всего убивают мирных жителей. Потому что у них очень большой радиус разброса. Они неточные. Это не Искандер. Это очень неточная ракета. Ха-101 точная, их мы все сбиваем. А Ка-22 летит очень быстро, она очень неточная. Почему она такая неточная? Плюс-минус километр. Плюс-минус километр она летит. Потому что предназначались они для того, чтобы бомбить авианосцы противника. Атомными бомбами. Потому что бомбить обычными авианосцами, это все равно, что дробинками по слону стрелять. И вот эта Ха-22 должна была принести ядерную боеголовку на авианосную группу США. А там уже где она взорвется, возле линкора или у Гибралтара, какая разница. Все равно никто не лавирует, не лавирует, да и не выловит от такой ракеты. Но сейчас ее применяют обычными боеголовками россияне, поэтому плюс-минус километр она бьет. И вот не знаю, честно вам скажу, какая из ракет попала сегодня в Днепр. Но весьма вероятно, что одна из этих самых Ха-22 попала в высокое большое здание, сколько там этажей, 5-6. В Днепре, ну вы видели наверняка фотографию этого здания, и там есть погибшие, там есть погибшие. Представьте, у российского удара в городе в самом погибло 2 человека. И еще в Синельниковом, это пригород Днепра, там погибло 6 человек, среди которых двое детей. Двое детей. В Днепре это мужчина и женщина, дети в Синельниковом 6 и 8 лет. Ну и, конечно же, много раненых извлекались сегодня все утро из-под развалина. Отдельно в Павлограде повреждено одно из предприятий. И отдельно еще, могу сказать, что в Криворожье тоже погибла женщина. Вот от этих вот российских ударов. И вот что сказал по этому поводу президент Зеленский. Каждое государство, которое предоставляет систему ПВО Украине, каждый лидер, который помогает убеждать партнеров, что ПВО сейчас должно быть не на складах, а в реальных городах и общинах, значит, все, кто поддерживает нашу защиту, являются спасителями жизни. Мы должны нанести поражение российскому террору. Россия должна отвечать за свой террор. И каждая ракета, каждый шахет должен избиваться. Мир может это гарантировать. Партнеры имеют необходимые способности. Это было доказано, в частности, в небе Ближнего Востока. И это должно заработать в небе Европы. Ну, не знаю, заработает ли в небе Европы, но вот факт. На этой неделе я уже успел поблагодарить все те страны, которые сейчас решительно оказывают нам помощь в выселении нашего ПВО. Германская компания, которая производит Айлистэ, сказала, что скоро привезет новую установку прямо сейчас. Нидерланды, премьер Рютте заявил. Я вчерашнюю новость повторяю, но это важно, мне кажется, что премьер Рютте сказал, что они, Нидерланды, свои бюджеты готовы купить систему Патриоту. У третьих стран, у кого есть, для Украины. И Германия же развернула большую компанию. Это Бернбока и Писториус, министр обороны, министр островного отдела, министр обороны. Они развернули большую компанию по закупке ПВО в разных странах. И Шольц, по-моему, сказал, что есть план закупить несколько Патриотов в разных странах. Германия их закупит для Украины. Вот так. Все это спасение жизни. Ну, а каждый россиянин, который сегодня работает в промышленности, связанные с авиацией, в обслуживании аэродромов, авиадиспетчер, каждый россиянин должен знать, что он убийца. Он соучаствует вот в этих убийствах. И его ждет судьба вот этих четырех летчиков, которые сегодня над Ставропольем прыгали из своего горящего самолета. Прыгали, впрочем, не очень удачно. 50 на 50. Или выживу, или не выживу. Вот 50%. И не выжили. Вот так. Преступление я вам тоже описал. А наказание, смотри, описание выше. Я думаю, что за сегодняшний успех надо отметить, во-первых, спасибо сказать всем ПВО и всем, кто нам дал эти возможности и все эти ракеты.